В Храме Христа Спасителя в Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского. В нем приняли участие патриарх московский всеярусий Кирилл, министр культуры Российской Федерации Владимир Бединский, а также губернатор Тверской области Игорь Рудений, главы других регионов. Александр Невский – знаменитый полководец и государственный деятель. Его жизнь связана с Верхневолжьем. Поэтому каждого, кто приезжает в Тверь по железной дороге, встречает белоснежный храм в честь князя. Игорь Рудений отметил, что в Тверской столице на протяжении столетий хранят и чтут память Александра Невского. Храм был построен в 18 веке, и его постигла судьба, как и все наши храмы в советское время. Но, к счастью, пять лет назад он был восстановлен и украшает нашу столицу. Тверской храм, как и другие посвященные имени царя, вошли в список храмов России, которые планируются представить на участие в программе реставрации по проекту «Культура России». Как рассказал митрополит Тверской и Кашинский Савва, сейчас список насчитывает 50 объектов. Особое внимание храмам в тех местах, которые имеют непосредственное отношение к жизни Александра Невского. В том числе это еще один Хурсунско-Богородицкий собор, находящийся в Торопце. Глава региона также отметил, что не только он к юбилейной дате преобразится. Правительство Тверской области разработало предложение, комплексный план. Соответственно, это мероприятие, которое носили бы характер капитальный. Мы приведем в порядок город Торопец к празднованию, к юбилейной дате. Соответственно, готовы участвовать в любых мероприятиях, которые будут предложены Русской Православной Церковью. Торжества в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского состоятся в 2021 году в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской и Новгородской областях, а также в других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписал президент России Владимир Путин.